МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Более 700 тысяч доз вакцины от гриппа. Вместо мяса могут указывать, там специально добавляют, производители знают, что это такое эмульсия. Найти мясо в колбасе. Эксперты рассказали, как покупателям уберечь кошелек и сохранить здоровье. Мы занимаемся этой темой на протяжении года. Студенты выдают проекты. В Аэрокосмическом университете начались королевские чтения. В регионе стартовала прививочная кампания. В ожидании песс-сезона заготовили уже более 700 тысяч доз вакцины от гриппа. Из них 300 тысяч для детей. Последнюю партию в Самару доставят через полторы недели, чтобы вакцины хватило и на всех взрослых, желающих получить иммунитет. Насколько такая профилактика эффективна и почему люди все равно болеют, выясняла Дина Сметанова. Ни один доктор не откажет в бесплатной прививке от гриппа, если на данный момент нет заболеваний в стадии обострения и других противопоказаний. В первую очередь об иммунитете рекомендуют позаботиться тем, кто ежедневно пребывает в большом коллективе. Это учителя, медики, социальные работники. Прививки также особенно показаны пенсионерам и детям. Приходят, сомневаются. Проводим беседу профилактическую, естественно, чтобы человек понял, что прививка на самом деле необходима. Редко кто уходит от нас, которого мы не переубеждали. На выбор вакцины импортные и отечественные. Медработники утверждают, и те, и другие сертифицированные и хорошо переносятся. Вообще незаметно, вот сделала и все и забыла. Где-то лет 7 назад муж очень тяжело переболел, воспалил легких. И вот после этого мы, вся наша семья, муж мой, я, моя дочь и зять, мы делаем каждый год. И, как бы, знаете, очень помогает нам. Мы ведь прививаемся не для того, чтобы вот точно не заболеть, да? А мы прививаемся для того, чтобы не было осложнений. Те страшные клинические случаи, которые заканчиваются детально, нам говорят о том, что человек был не привит. Вакцина всегда трехкомпонентная. Она рассчитана на гриппа пандемические, гриппа сезонные, вроде H1N1, а также грипп B. Но каждый год создается новый тип вакцины с учетом циркулирующих штаммов. Внутри каждого возможна модификация в РНК-структуре вируса. Все просчитано заранее. Заводы приступают к изготовлению партии еще в мае-июне. Особое беспокойство на сегодняшний день вызывают у сотрудников Минздрава отказы родителей делать прививки своим детям. Таким образом, почти каждый пятый ребенок не охвачен прививочной компанией. Медоотводы, если начинать с этого, говорить о том, что они, да, существуют, но медоотвод дается на определенный период времени. То есть это обострение какого-то заболевания. То есть во время острого заболевания при этой вакцинации, естественно, не показаны. Но отсрочка дается на 3-6 месяцев. После истечения этого периода родители обязаны подойти к своему участковому педиатру и сделать так, чтобы ребенок был привит. Право на бесплатную прививку есть и у мигрантов. Если они зарегистрированы по месту жительства и имеют полис ОМС. В этом году эпидсезон врачи прогнозируют с конца января-середины февраля. Дина Сметанова, Эдуард Растегаев, СТВ. В два раза больше, чем нужно. В Самарской области собрали хорошее урожай зерна. Уборочная кампания почти завершена. В полях сейчас остается половина подсолнечника, 250 тысяч гектаров. Посейной культуры губернии хватит и для собственных нужд, и для продажи нет. Для сложных погодных условий этого года результаты неплохие. Подвели итог Министерства сельского хозяйства и продовольствия. На сегодняшний день собрано 1 миллион 260 тысяч в бункерном весе. Это практически мы полностью выполнили задание, которое было по соглашению с Минсельхозом Российской Федерации. И наши обязательства перед страной и регионом выполнены. 1 миллион 200 из них, более 600 тысяч, это продовольственного зерна, которое в два раза превышает потребности Самарской области в продовольстве. Торговые сети продлевают колбасе срок годности, переклеивая этикетки. На это самарцы неоднократно жаловались в Роспотребнадзор, как и на качество самой колбасы. Эксперты рассказали, на что обращать внимание при покупке. Юлия Кленова подробнее. В колбасе попадаются посторонние предметы, а продавцы торгуют сардельками с истекшим сроком годности. На это самарцы жалуются в Роспотребнадзор. В этом году 11 случаев. Эксперты снова напоминают правила покупок в колбасном отделе. Первые не гонятся за дешевизной. 250 рублей за килограмм – повод задуматься. Изготовители не всегда пишут на упаковке настоящий состав продукта. Если дешевые колбасы, особенно сосиски, сардельки, которые по цене 200 с лишним рублей, вместо мяса могут указывать, там специально добавляют, производители знают, что это такое эмульсия. То есть, когда прессуют кость после обвалки. И пишут это в баркировке, как мясо, допустим, свинины или вот из индюшки. Правило второе. Если возможно искать колбасы, сделанные по ГОСТу. Они могут быть не так вкусны, меньше добавок. У них быстрее темнеет срез, мало красителя. ГОСТандарты по-прежнему гарантируют натуральность, а значит безвредность. И правило третье. Лучше не покупать колбасу со сроком хранения 60 дней и выше. Так долго продукт не портится из-за специальных добавок. Выбирать нужно колбасу для личного потребления самарских изготовителей. Потому что там сроки хранения, они ближе к ГОСТовским срокам хранения. И более будут они полезны для здоровья. Самый верный способ найти безвредные сосиски – покупать детские. Когда продукт предназначен для маленьких, производитель обязан соблюдать нормы и писать на упаковке все ингредиенты. Юлия Кленова, Николай Сидоров, СТВ. В состоянии наркотического опьянения и с героином сотрудники госнаркоконтроля задержали гражданина Украины, получившего статус беженца. У него при личном досмотре было изъято 30 граммов наркотического вещества, спрятанного в сигаретных пачках. Впоследствии по месту временного проживания было обнаружено и изъято еще 94 упаковки героина. Общий вес обнаруженного наркотика составил 830 граммов. Стоит отметить, что задержанный беженец и инвалид с детства передвигается на костылях. И ранее уже был судим за вымогательство и хранение наркотиков. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 3 и 4 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. По признанию задержанного данный героин он также получил посредством закладки для дальнейшей закладки уже низовым потребителям наркотиков. В настоящий момент этот человек арестован и санкция статьи, которая ему вменяется, до 15 лет лишения свободы. Разумеется, расследование уголовного дела не останавливается только на доказательстве его вины. Основная наша задача – это выявить заказчиков данного преступления. Сейчас ненадолго прервемся, и вот что далее вы увидите в нашем выпуске. Мы занимаемся этой темой на протяжении года. Студенты выдают проекты. В Аэрокосмическом университете начались королевские чтения. Всероссийский конкурс «Учитель года» 2015 завершился победой нашего земляка Сергея Кочерешко. Преподаватель истории Самары получил «Хрустального пеликана» – награду лучшему педагогу страны. Напомню, что в апреле этого года, когда Сергей стал лучшим учителем нашего региона, ему была подарена от губернатора Самарской области Лада Калина. Стоит отметить, что в 2013-2014 годах самарские педагоги уже входили в пятерку лучших в России. Всероссийский конкурс «Учитель года» проводится с 2019 года. 1990 года для поддержки школьных учителей и распространения их педагогического опыта. Студенческие проекты от космического машиностроения до биотехнологий и управления персоналом, а также философии и истории техники. В Самарском Аэрокосмическом университете началась международная молодежная научная конференция «Королевские чтения». Максим Остриков расскажет подробнее. 12 научных секций чисто аэрокосмической направленности до биотехнологии и управления социально-экономическими системами. Проекты как совершенно новые, так и основанные на разработках более чем столетней давности. Хозяева конференции студенты СГАУ подготовили доклад о перспективах использования дирижаблей для гражданских и военных целей. Идея старая, воплощенная еще знаменитым графом Цеппелином, но с применением современных технологий она может дать хороший эффект. Мы занимаемся этой темой на протяжении года. Преимущество гибридных летательных аппаратов состоит в том, что они не нуждаются в хорошо оборудованном взлетно-посадочной полосе. Они более экономичны и могут перевозить крупногабаритные грузы на большие расстояния. А гости из Санкт-Петербурга приехали поделиться знанием, как надо управлять подчиненными, чтобы они приходили на работу с удовольствием и любили родную компанию. В общем, про формирование корпоративной культуры и что следует вовлекать персонал в это, потому что персонал является неотъемлемой частью любой организации. Я считаю, что это достаточно интересная тема. У королевских чтений есть не только результат в виде воспитания тяги к исследованиям среди студентов, но и вполне реальные разработки. Одна из разработок, которая сейчас поедет на космодром Восточный, это малые пикоспутники, которые созданы нашими студентами. Они прошли уже испытания у нас, проходят сейчас на РКЦ «Прогресс». Королевские чтения – это еще и дань памяти и уважению великого конструктора. Они продлятся три дня. Какие будут результаты, покажет время. Максим Остриков, Вадимир Терентьев, СТВ. Волейболистки Самарской Искры стартовали в высшей лиге чемпионата страны. На своем паркете наши девушки принимали волгоградскую «Волжаночку». Команды провели две игры подряд. Встречи получились совершенно разными и захватывающими. Все подробности у нашего корреспондента Александра Семенова. Самарские девушки сделали неплохую работу над ошибками после первого матча. На паркет вышла уже совершенно другая команда, более сквоченная и мобильная. Искра буквально блистала. Соперницы не могли что-либо противопоставить команде Евгения Дущенко. Хотя надо отдать должное и гостям из Волгограда. Если первый матч наши девушки проиграли, то повторный поединок развивался совершенно по иному сценарию. Искра с лихвой реабилитировалась в глазах своих болельщиков. Сегодня мы сыграли в свою игру. У нас одна проблема возникла в третьей партии. Но игроки смогли переломить и выдержать вот этот ритм игры. То есть вернуться в игру, будем так говорить. А серьезный соперник? Ну, для нас, наверное, слабых соперников нет. Повторную игру можно уж точно занести в актив наших девушек. Ведь это было азартное и динамичное противостояние. Итог встречи неутешителен для волгоградских гостей. Триумф Искры 3-0. Следующие свои встречи самарчанки проведут на выезде. 10 и 11 октября они в Чебоксарах сыграют с местным Спартаком. Александр Семенов, СТВ. У меня на этом вся информация. Далее прогноз погоды и программа «Абзац». В завершение выпуска напомню адрес сайта георгий Лиманского, gslimansky.ru. Читайте наши новости в социальных сетях, группах СКАД СТВ «Самара» и заходите на сайт телекомпании. А я с вами прощаюсь. До свидания. Продолжение следует...